В этой книге он как раз и описал этот случай, куда вести до отчаяния. Рафа, очнись! Ты теннисист! Абсурд? Абсурд! Он ходит в туалет по малой нужде, то есть мочится по 5-6 раз. Друзья, всем привет! Это Дмитрий Эдберг и канал Болт. Большой любительский теннис. От любителя тенниса, вам любителей тенниса. В этом видео я хотел бы сделать свой обзор книги Рафа «Моя история». Книги, биография, автобиография или просто биография Рафаэля Надаля. Я сам читал эту книгу лет 5 назад и даже специально для этого выпуска я не готовился к этому специально. То есть я набросал свои какие-то, то что я реально помню, потому что книга действительно хорошая, она меня впечатлила и я многое помню и вспоминаю регулярно из этой книги. Что надо сказать? Первое. Я не являюсь поклонником Рафаэля Надаля. Более того, я всегда болею против него. То есть я болею за Роджера Федерера и за Новака Джоковича. Второе. Эту книгу я прочитал, когда на теннисной тренировке ко мне подошел мой, так сказать, партнер спарринг и сказал, я к Рафе после этой книги по-другому начал относиться, когда я прочитал эту книгу. Ну, естественно, мне стало интересно и я тоже решил у него взять эту книгу и почитать. Когда я прочитал эту книгу, я понял, что мой друг не преувеличивал. Действительно, книга интересная. Рафаэль Надаль там рассказывает какие-то интересные про него факты. Первое издание книги было 18.08.2011 года. То есть она была написана уже на данный момент 8 лет назад. Второе. Книга написана автором, упоминается сам Рафаэль Надаль и Джо Карлин. Ну, то есть, очевидно, Рафаэль Надаль ему что-то надиктовывал, давал мысли, а Джо Карлин, блин, он это все как бы заворачивал в литературную обертку. Ну, надо так же понимать, это естественно простое, что любая биография, она всегда будет слегка приукрашать главного героя, ну, иначе зачем же ее писать. Книга строится вокруг, когда она писалась, вокруг главного на тот момент в карьере Рафаэля Надальа матча. Это финал против Роджера Федерера, финал Уимблдона 2008 года, который Рафаэль Надаль выиграл. И поэтому вся книга, весь рассказ, это путь к этому финалу именно Уимблдона. Хотя на тот момент Рафаэль Надаль выиграл очень много Ролангоросов, и он должен был бы как бы говорить, что Париж, Ролангорос, это его главный турнир, что и является таким, что он же там король, и он должен как бы всегда любить Ролангорос. Но тем не менее он указывает, что победа на Уимблдоне в Лондоне, это была его мечта с детства. Итак, мои 8 фактов, которые я запомнил из этой книги, хотя я читал ее лет, наверное, 5-6 назад. Первое. Вода. 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 В этой книге Рафаэль Надаль описывает случай, который с ним произошел, когда он был еще ребенком, мальчиком. Он пришел то ли на турнир, то ли на тренировку со своим дядей, по-моему, с Тони, и он забыл воду. Он забыл воду, там где-то то ли в раздевалке, то ли где-то в отеле, в номере, и начал играть. Он играл матч, но, естественно, ему захотелось пить, и он попросил своего дядю Тони, говорит, дядя, я забыл воду, дайте мне бутылку воды попить. На что ему ответила Тони, Тони, ты забыл свою воду, и вот играй теперь без воды. И все, он не дал ему воду. И Рафаэль Надаль, мучаясь от жажды, играл тот матч, тот турнир, ну, будучи, естественно, ребенком, детский турнир. И с тех пор он запомнил, что надо все свое носить с собой. То есть, если ты идешь на теннисный матч, готовь свою сумку, следи, чтобы все было. То есть, ты отвечаешь за свою экипировку. Это очень показательный момент. Возможно, в какой-то степени жестокий, почему, значит, ребенку дядя не дал воды попить, это же зверство. Тем не менее, это вопрос такой спартанского воспитания, который закалил Рафаэля Надаля, как мы видим по результатам. То есть, он абсолютно вырос боевым, подготовленным товарищем. И наверняка сказал после того случая своему дяде спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Подаванов, примеры Федерера на Уимблдоне Как-то я, когда смотрел, как Рафаэль Надаль играл, по-моему, против не то Ива Карловича, не то Изнера на траве, то ли в Квинс Клабе, по-моему, это был там какой-то 10-й год, возможно, 11-й, возможно, это был даже там какой-то 9-й год, неважно И я обратил внимание, что я, естественно, всегда болел против Рафаэля Надаля, и чтобы этот Джон Изнер условный, его своими подачами просто снес и выиграл Ну и понятно, что у игроков, у которых главный упор делается на подачу, какая тактика? Это подать свою подачу, влупить все эйсы, дойти до тайбрейка и на тайбрейке победить Ну, естественно, так я и болел против Надаля за этих подающих игроков на траве И обратил внимание, что после каждой подачи, после каждого эйса, который Джон Изнер или Ива Карлович, я не помню уже, подавал Рафаэль Надаль абсолютно спокойно себе ходил с одного квадрата в другой, ну, ожидая подачу То есть подали эйс, он пошел себе спокойно в другой Подали эйс, он пошел спокойно, абсолютно без никаких эмоций, абсолютно спокойно и сохраняя отличное расположение духа Я это обратил внимание, я выжидал какие-то эмоции, раздражения, нет, этого не было И я к чему это все начал говорить, потому что в этой книге он как раз и описал этот случай Когда в финале Уимблдона против Федерера на траве Рафаэль Надаль, который, в общем-то, заслуживал сразу победить тот финал Я напомню, там счет был 3-2 в пользу Надаля по сетам Но Рафаэль Надаль имел все шансы закончить все это в четырех сетах, по-моему Не то в четырех, не то в трех, я не помню, надо смотреть Сейчас покажу здесь счет Так вот, и он написал этот случай, то есть Рафаэль Надаль, он был ближе к победе Он упустил какие-то свои шансы и Роджер Федерер перевел игру на пятый сет И Роджер Федерер у него пошла подача, он начал подавать Рафаэль Надаль пишет в своей книге, что что бы сделал другое Он бы плакал, он сказал, блин, я не использовал свои шансы, надо было его добить Федерера и выиграть А сейчас у Федерера идет подача на траве и он сейчас меня эйсами забил, где справедливость, все плохо Но нет, Рафаэль настоящий боев сказал, он пишет, что что я могу сделать против подачи Федерера Да ничего, если она идет, то она идет, то есть он абсолютно адекватно это принял Его задача в том, чтобы ждать, когда это прекратится и делать то, что он может делать, а именно играть хорошо В итоге я напомню, что он, естественно, выиграл тот финал и продемонстрировал железную волю Что показывает, что Рафаэль Надаль действительно очень сильная психология Он действительно все адекватно на корте смотрит, он не плачет, он ждет свой шанс и играет на 100% то, как он может И адекватно смотрит на ситуацию Фактор 3 из этой книги Это оценки риска в игре Фаэля Надалья в каждом розыгрыше, в каждом ударе Это хорошо описано в том моменте, когда у Рафаэля Надалья был матч-болл в финале этого Уимблдона 2008 против Роджера Федерера Когда Рафаэль Надаль, имея матч-болл к сетке, чтобы на сетке завершить дело против Роджера Федерера И я напомню, я сейчас вот, может, сделаю здесь сноску, как это было Давайте посмотрим, давайте Идет к сетке И его Роджер Федерер обводит с бэкхэнда Вот оно Это, кстати, один из таких наиболее психологических интересных моментов в этом финале Значит, что мы видим? Что Роджер Федерер обвел с бэкхэнда Надалья на сетке при матч-болле Оценка риска Что это означает? Это означает, что Фаэль Надалья описывает эту ситуацию Он написал Он знал, что матч-болл Он знал, что игра на сетке это не его прямо сильная сторона Тем более против Федерера Но он рассчитывал психологически смутить Роджера, чтобы у него дрогнула рука То есть он больше на психологию решил надавить Он кинул мяч под бэкхэн Федереру Вроде бы все хорошая ситуация И побежал на сетку И это не он плохо сыграл, Рафаэль Надаль Это сыграл великолепный Федерер, который обвел, не дрогнула рука То есть это оценка риска То есть это вполне нормально, когда человек оценивает риск С точки зрения даже психологии и идет к сетке В данном случае, конечно, его Роджер Федерер обвел Но логика Рафаэля Надаль была в принципе верна То есть если соперник находится в подавленном состоянии На него психологическое давление То его надо давить Фактор 4 Безжалостность Надаля Да-да, именно безжалостность Надаля Рафаэль Надаль описывает свою тактику против игры Против Роджера Федерера Который на тот момент был его главным раздражающим фактором Главным конкурентом Он описывает так, что у меня единственный манер Надаля в подаче, уступал ему в какой-то силе ударов И вообще И говорит, моя задача была Это вцепиться Роджеру Федереру в бэкхенд Давить его бэкхенд Бить ему в бэкхенд высокие мячи Потому что Роджера Федерера одноручный бэкхенд И ему неудобно бить высокие мячи Отвечать И Рафаэль Надаль абсолютно не стесняясь Без всякого стыда Пишет, что да, это моя тактика Вцепиться ему в бэкхенд Лупить ему до тех пор Пока он не даст оттуда слабый удар Либо не ошибется Он пишет даже так Я дословно цитирую Как бы это может быть не так Но насколько я запомнил Он пишет, что Я должен вцепиться в бэкхенд Так, чтобы довести до отчаяния Соперник должен в отчаянии Чувствовать свою беспомощность В том, что я играю ему на бэкхенд И он должен знать, что я буду играть до тех пор Пока он не ошибется Он должен что-то предпринимать Что-то рискованное и ошибаться на этом То есть вот такой вот Рафаэль Надаль Абсолютно не скрывая Абсолютно прямолинейно говорит Что вот да, да, да Это теннис, это спорт Если есть слабое место хотя бы одного соперника Значит он будет бить туда И ничего он менять не будет В этом плане Пятый фактор из книги Рафаэля Надаль Это нервы Да-да, нервы И в чем они заключаются? Да в том, что Рафаэль Надаль пишет, что Перед матчами Практически перед каждым Он ходит в туалет по малой нужде По 5-6 раз перед игрой Почему? Потому что это нервы Говорит, что им учится Но рефлекс Его заставляет перед В раздевалке Сходить перед игрой Там 5-6 раз Чтобы настроиться Чтобы он волнуется Он Я не знаю До сих пор либо у него Такая привычка или нет И со всеми ли игроками По большому счету Рафаэль Надаль Он Ему некого бояться Кроме там Джоковича, да Там Но он играет с Джоковичем Скажем уже в финалах Но допустим Если он в первом, во втором, в третьем кругу Чего ему бояться Но тем не менее Он пишет, что Да, я человек Я волнуюсь И даже Рафаэль Надаль У него рефлекс Сходить в туалет По 5-6 раз Перед игрой Фактор номер 6 Нервы 2 Да Нервы Надаля В частности В этой книге Он описывает Как он относится К своей второй подаче Он тоже волнуется Он говорит Я когда подаю вторую подачу Особенно на важных мячах Особенно в финалах Где соперники очень сильные Он говорит Я тоже думаю Рафа Хотя бы попади в квадрат Попади в квадрат Не допусти двойную ошибку У него те же нервы Что и мы испытываем Мы любители Когда тоже подаем вторую подачу Нам тоже лезут в голову Мысли Ну не протупи Попади в квадрат И это супер профессионал Который Выиграл Бог знает сколько Турниров Большого шлема Тоже думает О том же самом То есть Означает Что И наши кумиры Теннисные Они тоже сделаны Из мяса и костей Они тоже люди Тоже волнуются И испытывают примерно Те же эмоции Просто мы их испытываем На своем уровне Любительском А они на своем Фактор номер 7 Дух победителя Рафаэля Надаля Лично для меня Это немножко абсурд Как бы Рафаэль Надаля Это величайший теннисист Который завоевал Много титн Он в теннисе Практически бог Наряду С еще Пятеркой каких-то имен За всю историю Тем не менее Когда у него была травма Он не то там В покер подался Не то в гольф В общем он описывает В книге свою Ситуацию Когда у него была травма Он там Играл с кем-то в гольф Не помню С какой-то звездой И он пытался Искренне обыграть Того профессионала Гольфиста То есть он Думал и психовал Что он не может Его обыграть То есть он говорит Я должен его обыграть Рафа очнись Ты теннисист На корте тебе нет равных На грунте А гольф Если человек там Играл 20 лет До тебя То ты хочешь его Обыграть за месяц Там ну В гольф Это же абсурд Но В этом весь Рафа То что у него Действительно Заложен дух победителя Что он Даже В гольф В покер Там в хоккей Ему дайте клюшку И коньки Он не будет Замерять Он все равно Будет хотеть Выиграть кубок Стэнли Вот такой вот Рафаэль Надаль Это дух победителя Абсурд Абсурд Но Это достойно уважения Восьмой фактор Из этой книги Которую я узнал Это Проблемы с ногами И позвоночником Да-да Книга Как я говорил Издана в 2011 году А еще и до этого Рафаэль Надаль Пишет Что у него якобы Ну или скорее всего Так и есть Есть некоторое Физическое отклонение У него проблемы С ногами Или с позвоночником То он по большому счету Не как все нормальные люди Он не может ходить Как нормальные люди Не может бегать Как нормальные теннисисты Ему врачи прописали Что ты не должен играть В теннис То есть это опасно Для твоего здоровья Но Чтобы как-то Нивелировать Этот изъян Они решили Поднять По-моему Там Ступни Специальные стельки Поднять пятки И кстати Сейчас Если вы смотрите Как Рафаэль Надаль В общем-то Ходит по корту Вы смотришь Он как бы ходит Вот немножко так Неуклюже Как-то косолапо Как утка В общем-то Кстати так ходил И этот Своеобразно ходил Андрей Агаси Тоже У него тоже были Там проблемы Какие-то Вот Так вот Рафа Он тоже не исключение Он как и Андрей Агаси У него есть какой-то Изъян физический Там На уровне голеностопов У него Там травма Какие-то была Какие-то там Какие-то не так Кости срослись Или бог знает что В общем ему подняли Пятку чуть-чуть выше А это влияет В свою очередь На позвоночник И по большому счету Рафаэль Надаль Пишет что Чтобы нивелировать Этот изъян Мне подняли Стельки Там пятку Но это Также говорит о том Что от этого Портится мой позвоночник То есть я бегаю Пока бегаю Но это Очень сильно скажется Что я сотру себе Позвонки То есть у него Будут очень серьезные Проблемы Может они уже сейчас Есть с позвоночником То есть он Гробит себя Он сознательно Себе делает Изъяны Физиологические Которые могут Им очень дорого стоить Уже в более зрелом возрасте Ближе к старости Но В этом и есть Рафаэль Надаль То есть он получается Жертвовать собой Чтобы выигрывать сейчас Чтобы нахвататься Этих титулов Этих миллионов Этой славы Заняться своим любимым делом Теннисом Быть чемпионом А что будет потом Он будет за это Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль Драма Драма Не знаю Уважать его За это или не уважает Но наверное уважает Потому что он Сознательно Жертвует одним Ради другого Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль